Мы сейчас в Латвии, где наблюдали за попыткой России противостоять европейским ценностям. Местные пророссийские политики утверждали, что Европейский парламент это не демократическая структура, а также что Евросоюз является колонией США. Граждане ЕС голосовали на девятых парламентских выборах Европейского Союза. Был избран 751 депутат, чтобы представлять интересы более 512 миллионов человек из 28 стран-членов ЕС. А там, где выборы, там появляется и Россия. За кого мы тогда голосовали? Я думал, за единую Россию. Она баллотируется в Брюссель, да, теперь уже? Да, да. Россия, Крым наш. Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям, которая создана Европейской службой внешнеполитической деятельности, пришла к выводу, что российская кампания по распространению дезинформации против Евросоюза и его избирательного процесса продолжается уже 5 лет. И цель этой кампании – подрыв, общественная поддержка идей Объединенной Европы, продвижение популистских и скептически настроенных к ЕС партии кандидатов, усиление поляризации и фрагментации европейского единства. Все это так похоже на Украину, не так ли? Например, сайт «Спутник» систематически уделяет время в эфире новостям и позициям антиевропейских партий и транслирует интервью с их кандидатами. Польский «Спутник» помещает в центр своих материалов политиков с антиевропейскими взглядами, предоставляя площадку для выступлений и распространяя их заявления. Еще одним клише, направленным на то, чтобы снизить явку избирателей, являются утверждения, ставящие под сомнение легитимность выборов в Европейский парламент. Евросоюз обвиняется в подрыве суверенитета его государств-членов, директивы ЕС по вопросам оборота оружия, квоты для вынужденных переселенцев и процедуры по статье 7 – это всего лишь политические инструменты, предназначенные для отмены национального законодательства. Но и это еще не все. ЕС на самом деле тоже лишен суверенитета, так как он является всего лишь вассалом Соединенных Штатов. Аналогичные заявления из Москвы звучат и об Украине. Популярными мишенями остаются права женщин, этнических и религиозных меньшинств, а также права ЛГБТ-сообществ. Для этой цели эксплуатировалась даже недавняя трагедия Собора Парижской Богоматери, как доказательство гибели нашей европейской цивилизации. То есть идеология русского мира. Идеология русского мира заключается в том, что Евросоюз-то плохо, Латвия – это failed state, не надо в Евросоюз, а то будет как в Латвии. А Латвия – это европейский тупик, есть такой фильм российский, посмотрите «Европейский тупик». Больше всего опасения возникает, что весь этот фон, все эти скрытые, присутствующие, все эти организации, они как-то начнут работать в унисон в случае критической обстановки. Вот, как, так сказать, кто думал, что что-то случится в Крыму. Еще как бы за полгода, так сказать, считали бы сумасшедшим. И даже за полмесяца до того, как это произошло. А тем не менее, то есть план был, так сказать, он был осуществлен. Значительное внимание перед выборами в Европарламент уделяли в российских СМИ и 10-й годовщине Восточного партнерства. Там инициативу связали с длинным списком грехов, который включал обвинения в том, что программа на самом деле является колониальным проектом ЕС, что она спровоцировала войну на Донбассе и что целью программы всегда была изоляция России. Согласно одной из версий, президент Беларуси пропустил саммит в Брюсселе из-за угрозы физического устранения. По всей видимости, столица ЕС Брюссель теперь может стать центром политических убийств. В течение многих лет Кремль был пионером в использовании методов деморализации общества в Украине. Теперь все эти же механизмы задействованы и здесь, в Евросоюзе. Ведь деморализованное общество не может защитить себя и действовать в собственных интересах. А накануне выбора в украинский парламент нашим избирателям стоит подготовиться к новым атакам со стороны федеральных российских медиа.